Мы возобновляем информационное вещание. Прямо сейчас время общаться с нашими телезрителями в прямом эфире. Огромное количество сообщений приходит по поводу цен. Также наши зрители, учителя сообщают, что им также задерживают аванс. И говорят, что на крохе, которые оставались перед Новым годом, уже не прожить. Много сообщений по поводу универсиады. Вот сообщение универсиады надо провести достойно. Не стоит пускать пыль в глаза приезжим гостям, ведь деньги на эти строки возьмут из нашего кармана. Еще одно сообщение, полагаю, универсиады нам не по карману, может действительно перенести в Сочи или отказаться, пишет наш телезритель Галина. Также огромное количество сообщений по поводу цен, которые, конечно, всех не устраивают. Правда, некоторые говорят, что гостей спрашивать бессмысленно, все упирается в ставку Центрального банка. Я напомню, что это сейчас 17%, и именно под этот процент выдаются сейчас кредиты Центральным банкам, что достаточно дорого. Поэтому банки выдают кредит еще дороже. И я хочу узнать, есть ли у нас телефонный звонок. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут и какую тему вы хотите обсудить? Меня зовут Павел Обидин. Я как раз по поводу вашего вопроса. Назнали нам такая олимпиада. Ну, то, что будет у нас. Универсиада. Универсиада будет, простите. Я просто вспомнил в связи с этим небольшое отсутствие по поводу сочинской олимпиады, когда у нас, в общем-то, намечалось все эти объекты построить за 12 миллиардов, по-моему, долларов. А потом цена возросла более чем в 4 раза. В итоге вышло до 50 миллиардов долларов. И я помню новостной репортаж, не по вашему каналу вообще, по какому-то другому, это можно легко найти в интернете. Когда Путин инспектировал все эти стройки, ему озвучили цену, там была цена X, стала Y, возросла там то ли в 5, то ли в 7 раз. Он хмыкнул и сказал, что ловко. То есть, и вот этот комментарий ловко, так как никаких репрессий не последовало за такое безмерное удорожание цены, я воспринимаю это как одобрение. То есть, если даже небольшого в нашу историю сделать, не вспоминая уж Сталина, при дедушке Брежневе за воровство госимущества в крупных размерах легко и непринужденно прислоняли к стенке. У нас же там даже никаких элементарных посадок не последовало. У нас садят только взяточников, каких-нибудь там медсестер-врачей за 5-10 тысяч рублей. Это же такие коррупционеры, что просто звездец. Поэтому я считаю, что нам такая Олимпиада не нужна. Озвученная цена 40 миллиардов, она в любом случае под соусом того, что сейчас кризис, цены возросли и так далее, она в любом случае возрастет многократно, я думаю. Ну еще раз, в полтора-два точно она возрастет. И, пожалуйста, она нам вообще не нужна или можно ее провести скромно? Вообще категорически не нужна. Хотя это очередной, я считаю, распил, откат. Спасибо большое за ваше мнение. Такие мнения тоже существуют. Еще сообщение, которое приходит на наш смс-сервис. По поводу цен, огромное количество сообщений. Все будем, конечно, проверять. Еще одно сообщение по поводу учителей, которые также не получили аванс. Также пишут, что соцзащита задерживает субсидии пенсионерам, ветеранам Красноярского края. Может, отменили, спрашивают телезрители. Но если бы отменили, мы бы, надеюсь, знали. Поэтому будем надеяться, что лишь задержали. Очень скромная нужна нам универсиада. Либо вообще перенести в Сочи. Об этом много говорили. Еще есть телефонный звонок. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Какую тему вы хотите обсудить? Здравствуйте. Меня зовут Светлана. Я хотела бы обсудить тему по поводу задержки заработной платы на окрас Невятский хлеб номер два. А, то есть все-таки задерживают. Насколько у вас задержка? Да, задерживают. Я вот сижу в декрете, мне вообще как бы платят детские деньги. И у меня вот ребенка уже год и два, а я еще не получила за 11 месяц моему ребенку. Это то есть за ноябрь месяц. А вы когда-нибудь обращались в надзорные органы к руководству завода? Нет, не обращалась. Я как бы знаю, что обращались уже на него не раз. Но когда я звоню финансовому директору, мне говорят, в середине февраля я только получу за ноябрь. Ну а вы же знаете, что за задержку вам должны платить, по-моему, 1% от суммы задержки. То есть вы на этом, если образно говорить, еще и заработать можете? Обратитесь в прокуратуру, обратитесь в трудовую инспекцию. Их должны проверить и принять меры. Потому что, на те говоря, пока вы молчите, даже если другие обращаются, вы-то не обратились. Обратитесь. Спасибо за ваш звонок. Еще сообщение. Остановите капремонт в стране. Инфляция. Народ в никуда деньги платить будет, пишут наши телезрители. Да, по поводу капитального ремонта мы не уходим и не отказываемся с этой темы. Будем ее также освещать. Поэтому следите за нашим эфиром. Есть еще телефонный звонок. Добрый вечер. Слушаю вас. Алло. Да, здравствуйте. Как вас зовут? Какую тему хотите обсудить? Меня зовут Вера Николаевна. Я бы хотела обсудить стоимость повышения тарифов на проезд. Но понятно, если раньше была стоимость бензина высокая. Бензином заправляется ежедневно. Ну, сейчас говорят, что запчасти дорогие. Но запчасти же каждый день не меняются. Вернее, не заменяют их. И потом вообще, куда наши депутаты смотрят? Вот я, допустим, голосовала за патриоты России. А теперь подумаю, голосовать за них или нет. Спасибо. Вам спасибо за ваше мнение. Что касается заправки автобусов, они вообще очень многие заправляются дизельным топливом. Поэтому для них все эти колебания 92-го никак не влияют ни в плюс, ни в минус. Либо газом. Еще сообщение. Пишут очень много по поводу цен на сахар, который действительно дорожает. Пишут, а что его в Америке покупают? Нет. Как рассказывал наш гость сегодня в эфире, это действительно правда. Закупается на бирже сахар и закупается он в долларах. Соответственно, если вот сегодня, например, доллар подрос более чем на 2 рубля. Соответственно, на 2 рубля относительно стоимости в долларах и повысилась цена на сахар. Поэтому это тоже нужно иметь в виду. К сожалению, это вот рыночные условия Всемирной торговой организации. Условия, в которых мы вынуждены существовать. Прямо сейчас немного полезной информации. Прогноз погоды на завтра. Прогноз погоды на завтра. В Красноярске днем минус 14, ночью минус 23. Переменная облачность. Ветер юго-западный 3,5 метров в секунду. Давление 748 миллиметров ртутного столба. Ну и в финале два мнения. Считаю, универсиаду нам очень нужны. Это вливание денег из федерального бюджета в край. И еще одно. Оплатим универсиаду нашими сборами на капремонт. Это были новости ТВК. Мы увидимся с вами завтра в 20.00. Итоги дня в 23.00. Подведет Екатерина Лукашенко. Приятного вечера. Редактор субтитров А.Семкин